итак пришла посылочка с телефоном телефон называется kubot c11 стоимость посылки была обозначена как 8 долларов смешно даже если ведут какие-то налоги на стоимость посылки то 8 долларов придется платить еще 10 процентов сверху так что мы имеем сам телефон давайте посмотрим что здесь внутри наушники 1 долларовые проводочек дочек проводочек usb micro usb для зарядки телефона это у нас батареечка батареечка у нас здесь на 2000 миллиампер и сразу достанем это сюда так зарядная для для розетки какой-то android инструкция мануал я думаю здесь все стандартно как с обычными телефонами ничего страшного нету также в комплекте какой-то чехол туда вытащится загнута что же такое не смешно конечно согнулась коробка вот чехол книжка ничего себе молодцы максы под карбон так здесь у нас магнитик что это такое что за грязь здесь видим он сюда лепится двухсторонний скотч здесь какой-то грязный чехол пришел непонятно почему так что же касается самого телефона камера наружная камера внешняя значит что мы имеем процессор у нас здесь mtk 6572 два ядра по 1.2 гигагерца каждый попробуем как туго открывается очень вот 512 мегабайт оперативы ну принципе для такой цены я думаю нормально внутренняя память 4 гигабайта составляет поддерживает карточки до 32 гигов также есть вспышка здесь у нас на 5 мегапиксельную камеру две сим-карты тфт карточка в карточка аккумулятор на 2000 мегапиксельную камеру вставляется ну вроде все нормально вот это единственное мне сейчас я приближу какая-то штучка странная микрофончик какой-то помятый весь какой-то налепили как будто так здесь у нас наружу пленка сейчас мы включим тогда пленочку мы снимем сразу IPS матрица заявлено разрешение 960 на 540 не хочет пока вот ну вот 5 дюймовый экран квадратная лопата что еще тут что еще тут в комплекте уже пленочка наклеена как я вижу зарядка здесь у нас наушнички это наверное микрофон вот это наверное динамик да все просто так телефончик включился у нас со звуком google вай фай включен менюшка но вроде все летает так что у нас здесь языком сейчас пойдем настройки искать стройке язык должен быть так и выключим выключим язык 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 русский язык ну вот здесь стандартно уже много языков android 4 1 стоит вот наш русский язык все проверка правописания польский словарь по умолчанию мыши сенсорная панель на линии сброса ну вроде все нормально переведено спец возможности для разработчиков на телефоне модель c11 android 4 2 и 2 стоит в описании магазине android 4 1 стоял ну чтож добавим света много так версия ядра собственно все здесь наступно заряд батареи 56 процентов пришел список пуст так как нам набрать так внутренняя память 467 свободно память телефона 12 гигабайта занята 2 гигабайта свободно ну получается у нас там 32 и здесь еще внутренняя память 400 до 4 гигабайта внутренняя память не обманули куботовцы нас так 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 что еще здесь есть киностудия какая-нибудь создать проект не то очень видео посмотреть как так так gps здесь тоже есть посмотрим камеру какая-то заставочка это мы поняли поняли ок что что пристал ткать от них не так разрешение видео сейчас не скажу сразу не помню сколько камера автофокус вспышка так гибли посмотреть нам это делал здесь так пойдем по-другому тогда я понял тебя галерея галерея кто видит галерею видео проигрыватель странно нажал там видео и он сразу начал съемку видео так я не понял автоповорот не стоит что ли блин тут еще и разберись попробуй хоть не обучение свое показывать ну что штрих-код видно ну короче за такой ценник камера сойдет я думаю сейчас надо поискать настроечка у нас автоповорот где-то он должен быть профиль звука что со звуком у нас батарея 4 месяца они 4 месяца 40 секунд внутри не знаю так по поводу яркости более-менее яркость яркость стоит на максимальную но не скажу что какой-то там супер яркий дисплей так сойдет так и забыл зачем я полез автоповорот экран заставка яркость автоповорот экрана точно не установлен галерея все конечно я начался пользоваться так вот значит что значит будем тестить попробуем будем тестить телефончик посмотрю похожу позвонил посмотрим на зависание будут или нет у него какие-нибудь и потом уже сделаю обзорчик сейчас он стоит там что-то порядка 95 баксов что мне в нем сразу понравилось это резиновые кнопки кнопка громкости резиновая кнопка блокировки резиновая и задняя панелька у него тоже такая не чисто пластик опять какая-то пластиковая резина получается ну приятная на ощупь приятная на ощупь лопата вот поэтому будем тестить посмотрим куда-то вышла я камера в принципе да все ждем обзора ждем фоток с него посмотрим достойный телефон или нет все на этом все добро пожаловать забыл чехол показать ну клеить не буду сейчас вот он клеится здесь у нас получается вспышка камера не микрофона этот динамик вот такой компактный чехольчик в комплекте уже но я думаю отдельно стоит там бакса 3-4 наверное но очень приятно получить с телефоном чехол вот ну теперь на этом точно все